Как снять 100 дерьмовых видео, чтобы продвинуться в YouTube? Сегодня я хочу вам рассказать действительно реальные примеры, как необходимо продвигаться в YouTube, особенно для тех, которые никак не могут начать. К примеру, PewDiePie снял первых 100 видео и получил 225 подписчиков. Сегодня у него 102 миллиона подписчиков. MrBeast снял первых 100 видео и получил 1000 подписчиков. Сегодня у него 25 миллионов подписчиков. Никто из нас не был рожден для камеры. Знаете, когда я начинал снимать первые видео, я когда смотрел на камеру, я не знал вообще, как связать два слова, боялся ее, даже нанимал препода по риторике, который стоял мне рядом, подсказывал, я писал полную транскрипцию, и устратил несколько дней просто для съемки одного видео. Сегодня все, что я делаю, я просто включаю камеру и снимаю это видео, рассказываю, делюсь материалом, который я хорошо знаю. Забейте на то, что у вас нет опыта, нет знаний. Даже не думай об этом. Опыт приходит во время съемки. Чем больше вы снимаете видео, тем больше вы будете уверены, и тем более качественное будет видео. Сними первые 100 видео. Возьми прямо сейчас свой смартфон и сними первое видео, выложи его в YouTube. Забей на хейтеров. Хейтеры это диванные люди, которые ничего в жизни не создали. Все, что они могут, просто хейтить других. На самом-то деле они никогда ничего не создадут. Не снимите вы первое видео, которое просто будет качественное, классное и сразу попадет. Здесь важно количество, качество уходит в сторону. Просто с каждым последующим видео снимай что-нибудь лучшее, немного улучшай. Никто не снимает видео сразу, которое просто заходит в топ и становится вирусным. Если такое происходит, как правило, эти люди потом пропадают, потому что на фоне славы они потом не могут получить результатов. К примеру, в парламенте Великобритании, когда молодые лорды выступают с какой-то речью, если они провалились, если не заикались и выступили плохо, как правило, в будущем они становятся классными ораторами. Почему? Потому что в них есть мотивация для улучшения. Если взять, допустим, нашу компанию. Прежде чем у нас вообще пошли какие-то результаты, мы выложили много видео, мы постоянно снимали, мы улучшали этот процесс. Чтобы его улучшить, надо просто начать. Поэтому самое важное, начни. Забей на какое-либо мнение. Просто снимай видео, выкладывай, делись в социалках. Если есть у тебя мнение людей, которые ты уважаешь, прислушайся к ним, прислушайся к адекватным комментариям. Если тебе будет писать какой-то хейтер, просто удали его и забей на него. Он ничего не добьется, а ты добьешься, если ты будешь это делать постоянно. Постоянная съемка видео, это улучшение, это опыт, это знание. К примеру, про что снимать. Тут у меня есть знакомый, хороший друг, мы постоянно с ним занимаемся спортом. Его зовут Дима. И он меня часто спрашивает, как продвинуться в YouTube. Я его спрашиваю, ты вообще начал? Ты хотя бы начни, просто сними первое видео. Он говорит, я не знаю, про что снимать. При этом, если я спрошу что-нибудь про напольные покрытия или обои, это его основная специализация. Он может мне по 20 минут рассказывать, как необходимо выбрать бренд, какого качества. Так сними вот это. То, что ты мне рассказываешь, сними и покажи другим. Это то и это и есть те знания, которым ты можешь поделиться. Чем больше ты будешь снимать видео, тем больше у тебя будет приходить новых идей, интересных идей, и ты будешь делиться. Да, конечно, ты можешь проанализировать конкурентов, посмотреть их контент. Но самое главное, необходимо создать какой-то свой стиль. Для этого надо постоянно снимать. Чем больше ты снимешь видео, тем выше будут у тебя результаты. Сделай определенный челлендж. Понедельник по пятницу. Выкладывай 5 видео на YouTube канале. Начни прямо сейчас. Возьми смартфон, сними видео. Завтра пойди в магазин, купи микрофон, петличку, которая есть у меня. И сними видео уже с микрофоном. Купи какие-то лампы в течение недели. Это все стоит в районе до 100 долларов максимум. Этого достаточно, чтобы получить качественное видео. Не надо тут какое-то дорогостоящее оборудование. Можешь купить фотоаппарат Canon, как мы используем. У нас 80D, можно подешевле модель купить за 300 долларов. К примеру, мы используем еще пульт, для того, чтобы сам себе режиссер. Не надо никакой оператор. Это все можно делать на смартфон. И просто главное начать. Потому что, если ты не начнешь, никакого результата у тебя не будет. Ни у кого не было результата. Все начинали с нуля. Сегодня в YouTube можно действительно продвинуться. Для этого необходимо постоянно снимать. В процессе работы, когда ты снимешь уже какие-то первые видео, ты их выложишь. Заходи в YouTube студия. Просто анализируй. Даже тот минимальный, те минимальные просмотры, которые получишь. Там отцелили друзей. Уже будет давать тебе какую-то пищу для размышления. К примеру, я когда снимал первые видео, я их выкладывал. Спрашивал специалистов нашей компании. Они мне писали, я бы максимум минуту мог выдержать. Потом просто уходил с этого видео. Потому что тяжело смотреть. Как ты неправильно все это произносите. Мне уже много раз писали хейтеры, что тебе надо по-русски научиться нормально говорить. Потому что ты говоришь как таджик и тому подобное. Забейте на этих хейтеров. Насри на этих хейтеров. Они тебе не советчики. Если ты хочешь получать результаты в YouTube, просто делай это на постоянной основе. Снимай много видео. Если ты снимешь первые 100 видео, ты почувствуешь такую уверенность, такой опыт, который нигде не купишь. Потом дальше у тебя пойдут хорошие результаты. Тогда ты сможешь понимать, что этот процесс означает, как необходимо снимать видео, как необходимо получать результаты. Ты сможешь уже более углубиться в конкурентов, в анализ конкурентов, какой длины надо видео. Составишь свой контент-план. Но если ты не будешь это делать постоянно, если ты не наработаешь этот механизм, поначалу это действительно трудно. Для меня тоже иногда бывает загадка про что снять видео. Потому что в действительности хочется всегда выкладывать какой-то классный, хороший материал. Поэтому для YouTube уникальность уходит на второй план. То есть ты можешь найти какой-то контент интересный в интернете, выучить его и действительно можешь им поделиться. К примеру, я больше делюсь теми знаниями, которые действительно наработал в процессе продвижения сайтов, анализа какого-то классного контента с интернета. Я постоянно делюсь им в YouTube. В твоей тематике то же самое. Если ты интернет-маркетолог и ты хочешь действительно расти, снимай видео. Прочитал интересные статьи, прочитал классный материал, сними видео, расскажи. Можно это делать ежедневно. Просто банально открываешь статьи в интернете, читаешь их, а потом рассказываешь свое мнение. И после 100 видео ты почувствуешь, насколько ты стал уверенным человеком. Забей на то, что если у тебя там какая-то плохая дикция, если кто-то говорит, что ты плохо произносишь, наплюй на них. Этих людей для тебя нет, они никто, потому что ты вырастешь, ты добьешься результатов. А они так и останутся критиковать там тех людей, которые только начинают, а потом они будут восхищаться. Вау, какой он красавчик, что он действительно добился успеха. Конечно же для продвижения видео необходимо действительно анализировать конкурентов, составить какой-то контент-план. Но самый важный пункт продвижения в Ютубе это постоянство. Никто из нас не был рожден для камеры. Так же самым ни один спортсмен не стал великим спортсменом. Криштиан Орналдо ударил этот мяч, наверное, миллион раз, прежде чем он действительно стал таким великим спортсменом. Брюс Ли говорил, я уважаю этого человека, который отрабатывает один удар 10 тысяч раз. А не 10 тысяч ударов, к примеру, если ты хочешь охватить все сферы, ты не охватишь, ты будешь просто посредственный везде. Возьми одно направление, к примеру, если хочешь развиваться в Ютубе. Если ты действительно хочешь продавать, к примеру, у нас Ютуб это основной источник продажи нашей компании. Не просто так, мы начинали с нуля, я боялся камеры. Николай как-то более уверенно взялся, но тоже в принципе начал снимать. Алена у нас начала снимать. И с каждым следующим видео мы уже просто можем обнять эту камеру, обнять и действительно уже записывать какие-то видео. У нас вот молодые специалисты, они боятся, они подходят, они говорят, не знаю, не уверенно, не боятся микрофона. Но все мы его боялись. Известные спикеры, которые выступали на конференциях, они когда первый раз выступали, у них коленки дрожали, потому что нет уверенности в выступлении. После нескольких лет выступления они уже просто выходят, они любят толпу, они готовы рассказывать им и делиться материалом. Так же самое и ты. Ты не выработаешь эту уверенность, пока ты не начнешь снимать видео. Сделай это прямо сейчас. Не откладывай ни на понедельник, ни на завтра. Возьми, сними сейчас первое видео. Просто вот мобильный телефон у тебя рядом. Возьми, сними видео и сразу же выложи в YouTube. Поделись в своих социалках со своими друзьями. Спроси их мнение. Завтра сними лучше видео. Послезавтра еще немножко лучше. Тебе в какой-то момент покажется, что действительно не улучшаешься, что это какой-то вот длительный процесс. Это нормально, это абсолютно нормально, потому что никто из нас после двух, трех или четырех или пяти видео не чувствует уже полную уверенность. Надо снять 100 видео. Но с каждым видео тебе будет действительно легче. Возможно будет какой-то день тяжелый, это будет тяжело, но ты все равно сними. Вот просто вот поставь себе этот челлендж, обязательно снимай. Необходимо снять 100 видео. Если вычесть выходные, у тебя на это, допустим, 120-130 дней. Но начни сейчас, снимай видео, выкладывай, рассказывай. И тогда ты действительно получишь результаты, потому что YouTube помогает продвигать, останавливает нас только общественное мнение. Да забей на это мнение, тебе не наплевать, кто там про тебя говорит. Они потом будут тобой восхищаться, когда будут смотреть твое количество подписчиков, твои результаты. Доходы, которые падают с YouTube, они просто колоссальные. Сегодня уровень вовлечения именно в видеоконтенте, он огромный, он постоянно растет. Если в 2020 году, в 2022 году планируется, что 82% мирового трафика, это будет именно видеоконтент. Потому что это действительно развивается, это растет. И те компании, которые хотят продавать, им уже сейчас надо продвигать свои видео. Потому что если взять интернет-продвижение, там 1 миллиард 700 миллионов сайтов, действительно сложно. Сложно, сложно. Мы в нашей компании уже кучу денег положили в линкбилдинг, в гостевой постинг, в расходы на программирование, в создание контента. Да, это дает результаты, мы продаем. Но если сравнить с расходами, которые мы тратим на YouTube и зарабатываем намного больше, потому что здесь нет того уровня конкуренции, люди они ленивые, они не хотят снимать видео, они боятся снимать видео, они боятся камеру. Ты не полюбишь камеру, пока не начнешь снимать. Ты вот такую почувствуешь уверенность после сотни видео, что ты просто удивишься. Ты удивишься, насколько ты стал более серьезным специалистом. Открой интернет, прочитай материал. Я думаю, изначально ты можешь записывать то, что ты действительно знаешь. Там ты будешь более уверенный, сними какое-то короткое видео на 5-10 минут, расскажи и сразу же поделись им. На следующий день опять это сделай. Если ты наработаешь этот механизм постоянной съемки видео, после этого необходимо думать, какой можно сделать дизайн определенный. Допустим, лучше было бы, конечно, если бы там почитать, вот можете открыть нашу статью, там продвижение в YouTube, у нас куча материалов, как необходимо продвигаться в YouTube. Изучай материал, опыт других, как необходимо действительно продвинуться сегодня в YouTube и думай, как это улучшать. Но пока ты не начал, никакого результата у тебя не будет. Просто начни, прямо сейчас, не откладывай. Возьми мобильный телефон, сними свое первое видео, выложи в YouTube. Расскажи, я это сделал, я это начал. Завтра у тебя будет намного лучше видео и чем больше ты будешь снимать, тем больше ты будешь уверенный. После того, как ты сможешь наработать это на постоянной основе, ты почувствуешь себя абсолютно по-другому. И будешь делиться постоянным видео, если ты работаешь это на постоянной основе, конечно, необходимо и продвижение, и делать уже какой-то определенный дизайн. Но это можно все сделать в процессе. Не надо ждать там какого-то длительного периода времени. К примеру, если брать просто продвижение сайтов, там, конечно, не надо выкладывать какой-то слабый контент, лучше зарегать, допустим, если вы хотите ввести какой-то блог, можно зарегать какой-то бесплатный там Blogspot или Medium или TypePad, зарегать свой сайт и писать какой-то всякий мусор на этих сайтах. Так же самое делает Сеф Годин, он говорит одну вещь, я пишу каждый день. Вы думаете, я стал таким великим автором, который пишет такие вот классные маркетинговые книги просто так? Я просто пишу каждый день. Он поставил определенный лимит, писать каждый день не меньше 700 слов, это в районе где-то 5000 символов. Он завел блог, он там пишет, а потом у него рождается какой-то шедевр, какая-то классная книга. Любой вид направления это постоянная практика. Съемка видео это тоже постоянная практика. Просто практикуй это ежедневно, выкладывай. В YouTube нет наказания за какие-то слабые видео, какие-то плохое ранжирование. Если вот взять, к примеру, наш контент. Вы знаете, сколько мы сняли видео по продвижению сайтов, чтобы часть из наших видео попала в топе. Если вы напишите в YouTube продвижение сайта, вы увидите там 3-5 наших видео. А снято было более 20 видео, то есть оно не каждое заходит видео в топ. Это, конечно, потому что есть конкуренты, есть другие сайты. Но чем больше вы снимете видео, тем больше вы поймете алгоритм работы YouTube. Тем больше вы почувствуете своего зрителя. Заходите постоянно в YouTube студию, анализируйте свои результаты, которые вы получили. Конечно же продвигайте, но это можно делать в процессе. Снимая видео, продвигайте. Снимая видео, продвигайте. Поставьте на первый план съемка видео, потом уже продвижение. То есть ежедневно выкладывайте новое видео. И после того, как вы уже сняли, выложили это видео, думайте, как можно лучше. То есть, допустим, какой-то сделать видеодизайн, сделать какое-то продвижение. Например, установить Google Ads или поделиться где-то на форуме или где-то в социалках. Но самое важное, это запустить процесс-механизм. Когда у вас уже будет много подписчиков, они будут сами продвигать ваши видео. Они уже будут иметь лица, они уже будут его показывать. Они уже будут, в принципе, то количество просмотров, которое будет падать на ваше видео, это уже и будет ваше продвижение. Оно уже будет давать вам топ. Поэтому не слушай на других. Плюнь на мнение каких-то хейтеров. Просто забудь, они не существуют. Это диванные эксперты. Как говорил Гарри Ви, хейтеры это ленивые люди, которые ничего не добились. Они никогда и не добьются. Твоя задача начать. Просто начни сейчас. Сними свои первые 100 видео. После того, как ты снимешь 100 видео, напиши комментарий к этому видео. Твое мнение. Как оно тебе помогло. Я тебе гарантирую, если ты снимешь 100 видео и потом под этим видео напишешь комментарий и скинешь ссылку и после этого можешь писать все, что ты считаешь нужным. Я гарантирую, что ты скажешь огромное спасибо за то, что ты сделал это для меня. За то, что я дал мотивацию тебе действительно идти дальше и продвигать свой бизнес, свой бренд, свое имя. Я не знаю, какое направление ты выберешь, но лучше, конечно, чтобы это была какая-то твоя специализация, которая поможет тебе продавать, зарабатывать и давать результаты. Главное начать. Если ты снимешь, допустим, там 10 видео и остановишься, потому что ты устал, потому что ты чувствуешь, что не дает результат, я тебе гарантирую, результата не будет. Уверенность и постоянство. Постоянно, постоянно выкладывать. Чем больше ты выложишь видео, тем больше у тебя будет результатов, тем быстрее ты добьешься успехов. В принципе, это все на сегодня. Я жду ваших комментариев. Я хочу видеть эти каналы, которые действительно снимут первые свои 100 видео. Кидайте ссылку мне. Это ваш челлендж на ближайшие 130 дней. Пишите мнение. Обязательно отвечу на все ваши комментарии. И до новых встреч.